Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы поговорим? Многим очень запомнились наши ролики о сельдерее. Эта культура не во всех получается. Я обещал, что я покажу в конце августа, как в сельдерее получить красивые, ровные и, главное, крупные корнеплоды. Видите, сельдерей наш шикарный. Ботва шикарная, она у вас тоже выросла такая. А вот чтобы получить корнеплоды, надо немного поработать и дальше. Что сделать, как сделать, я и расскажу. Ну, во-первых, знаете, что сельдеры, они бывают же, я напомню, чуть-чуть повторюсь, бывают корневые, бывают черешковые, бывают листовые. Так вот, если по листовых проблем нету, взяли эти листики сорвали, то ли в свежем виде добавляют все блюда, то ли высушили. Здесь как бы технология любая подходит, вопросов нету. А вот сельдерей тоже не все наши дачники знают, что черешковый сельдерей наиболее вкусный отбеленный. Поэтому что берется делать по черешковому сельдерею, расскажу вам. Мы берем все листики черешкового сельдерея, связываем, связываем пучок. Связываем пучок черешковый сельдерей, так вот связали пучок, здесь бечевочкой перевязываем. И после этого, как мы их связали в пучок, мы их обворачиваем какой-то или черной пленкой, то ли черной бумагой, то есть любым свето-непрозрачным материалом. У нас наверху остаются только зеленые листья, а черешочки мы обвязываем материалом. Они в течение недели отбеливаются, они теряют свой зеленый цвет, становятся более светлыми, но они приобретают более нежный вкус. И вот тогда уже черешковый сельдерей добавляется в блюдо, или его тушат как самостоятельный гарнир, или просто добавляют кусочки из черешков, тогда он вкусный. Ну, корневой сельдерей, все видели, как бы в магазинах продается такой крупный красивый корнеплод, а у многих получается корнеплод маленький такой, а то и вообще не завязывается. От чего это происходит? Ну, во-первых, для того, чтобы сельдерей завязал крупный корнеплод, он должен иметь хорошую листовую поверхность, то есть хорошую ботву, хорошую массу. Будет хорошая ботва, будет хороший корнеплод, но он сам по себе также не образуется. Поэтому мы свой сельдерей, который растет перед вами, каждые две недели я его подкармливал по переменке, один раз сложными минеральными удобрениями, второй раз кукуриный помед и добавлял немного золы. И вот так кормил, он вырос, конечно, мощным. Так вот, конец августа месяца, это время наращивания крупных корней сельдерей. Это, конечно, для условий в Белоруссии. Если вы живете севернее или южнее, значит, вы делаете корректировки. Что необходимо дальше сделать? Ботву мы уже нарастили. А сейчас мы будем готовить крупные корнеплоды. Что для этого мы будем делать? Мы землю отгребаем, отгребаем землю вокруг корнеплода. Берем нож, обыкновенный нож, берем такой хороший, чтобы он не гнулся, чтобы такое прочное было, лезвие было прочное, не гнулось. И просто так вокруг корнеплода, я потом продемонстрирую вам это, мы вот так аккуратненько обрезаем все боковые корешочки. Не надо бояться, они все прекрасно заживут. Буквально через час-два они засохнут, и можно корнеплод назад-обратно присыпать. Это первая операция, чтобы питание уходило в центральный корнеплод. Следующая операция. Нам необходимо усилить отток питательных веществ, чтобы все питательные вещества из листьев ушли в корнеплод. Нам уже листья не надо, ботва нам эта большая не надо. Мы будем все листья надламывать. Как будем надламывать, я вам покажу. А делается очень просто. Каждый листья будем отгибать до самой земли, чтобы он хрустнул. Не отломился до конца, хрустнул. И они у нас, посмотрите, они у нас лягут, все эти листики на землю. Лягут, все эти листики у нас на землю, будут лежать на земле, только в серединке будет торчать одна верхушка. Так вот, это вроде бы на первый взгляд простая операция. Такая, ну вообще, ничего же там сложного нету. Надламили листья увеличивают массу корнеплода на 50%. То есть, если у вас корнеплодик 100 грамм, значит, уже он будет как минимум 200 грамм. Но результаты больше, можно килограмм получить. Если у вас хорошие листья, вы получите целый килограммовый корнеплод. То, что было обещано на пакетике, вы получите такой же корнеплод. Так, ну дальше. Мы после того, как сделали все эти операции, образование боковых листьев, надламывание всех остальных листьев, надломали. Мы наше дерево не будем забывать. Он еще растет. У него же боковых корышков нету, но центральные корни уже функционируют. Они жизнедеятельны. Они также нуждаются в подкормках. Ну, подкармливаем, конечно, растворы слабенькие. Мы берем сложные минеральные удобрения из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Можно брать куриный помет. Но куриный помет мы берем уже не литр на ведро воды, а пол-литра. Дозы уже значительно уменьшаются. Пол-литра на ведро воды. А уже где-то числа 10 сентября мы переходим на подкормки нашего сельдерея монокалийфосфатом. Там доза 50 грамм, то есть полторы столовые ложки на 10 литров воды. Для чего это делается? Для того, чтобы наши корнеплоды хорошо вызрели. Если мы будем убирать наши сельдеры, мы уже будем где-то числа 10-15 октября. Поэтому все эти манипуляции, если посчитать из своего региона, манипуляции с подрезанием, с надламыванием проводятся примерно за месяц-полтора до сбора урожая. Если сделать позже, результат не успеет просто-напросто развиться. Потому что потом начинается заморозки, он рассеянно холодостойко, начнет подмерзать, и отток питательных веществ корнеплод уменьшается. Так что смотрите наш YouTube-канал. Имейте на своем столе сельдерей в любом виде, в виде корнеплодов, тушеным, вараным, жараным. Подписывайтесь. У нас много интересных роликов. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok